Привет, я журналист Алексей Мацука, это мой блог на телеканале ДОМ о том, как дела у меня дома на Донбассе, где много лет я работал журналистом, а сейчас здесь в редакции ДОМА мы следим внимательно за всем, что происходит как в восточных областях, так и в Крыму. В отдельных районах Донецкой области с начала июля каждый день фиксируют не менее 10 смертей среди пациентов с коронавирусом. Официальной статистики заболеваемости и смертности от ковида в Ордо, конечно, нет, и мы не можем верить на слово людям, которые под российскими флагами захватили часть нашей области, а сейчас делают все для того, чтобы очернить идею украинского единства и суверенитета. Но других данных, кроме тех, что выдают самопровозглашенные и никем не признанные власти, просто нет. Так вот, если им верить, то в Ордо сейчас небольшое обострение ковида, если сравнивать ситуацию с большинством украинских областей. И даже на свободной части Донецкой области, которая время от времени входит в стройку лидеров по заболеваемости, статистика ковида сейчас ниже, чем в отдельных районах Донецкой области. То есть, заболевших в сутки меньше 100. К сожалению, новости об умерших также есть. Речь идет о нескольких пациентах за сутки. А вот как выглядит статистика предыдущей недели на неподконтрольной Донечине. Читаю. 11 смертей в конце июня, 129 заболевших, затем 10 смертей и 204 заболевших. К 1 июля умерли 14 человек. 158 заразились. 266 заболевших и 14 смертей. Затем на следующий день 96 новых случаев ковида и уже 14 смертей. Опять же, где гарантия, что самопровозглашенные власти просто не занижают показатели? Такой гарантии нет. В отдельных районах Донбасса заявляют, что проводят вакцинацию только российским спутникам. То есть самопровозглашенные власти полностью и добровольно зависимы от России даже в вопросе борьбы с коронавирусом. Но если в России, где сейчас происходит серьезнейшее обострение за все время с начала пандемии, уже заговорили об обязательной вакцинации, в Донецке обещали такого не делать. Хотя работники так называемой бюджетной сферы и члены незаконных вооруженных формирований, то есть все силовое крыло группировки ДНР и их семьи, уже в первую очередь получили свои дозы вакцины. Вне зависимости, хотели они того или нет, хочешь оставаться на своем месте, получать зарплату, деньги, будь добр, коли спутник. Мы следим за тем, что происходит в Донецке, в Луганске. Обязательно сообщаем вам о том, что вакцинироваться можно и на территории большой Украины. Для этого отдельные есть программы у нашего правительства. А вот для простых жителей отдельных районов Донбасса, которые не хотят вакцинироваться спутником и могут себе позволить не делать это в обязательном порядке, есть выход. Этот путь сложнее, но все же он есть, как я сказал, уже нужно проехать через КПВВ на территорию подконтрольной правительству Донецкой области и обратиться в амбулатории, вот есть перечень, Новотроицкий район, Бугас или Ольгенко. Но пока из-за закрытых КПП привился всего лишь один житель Донецкой области, неподконтрольной части. Такая есть официальная статистика, привился на украинских КПП. Кстати, я не зря напомнил о катастрофической ситуации с ковидом в России. За 3 июля, например, власти там признали смерть 663 пациентов, а это один из наивысших показателей с начала пандемии. Об этом нужно помнить, въезжая в соседнюю страну, даже если вы едете транзитом. При выезде из Донецка-Луганска пограничники России пропускают жителей Донецкой области с так называемыми паспортами ДНР, не требуя других документов. Если у человека есть еще и российский паспорт, то показывать нужно только его. Пока правила, установленные группировкой ДНР, для въезда из России не менялись, въехать в отдельные районы Донецкой области со стороны России могут только граждане Украины, имеющие регистрацию на территории отдельных районов Донецкой области или документы, подтверждающие проживание на той территории. Для людей с пропиской на подконтрольной Украине территории группировка требует получать разрешение, как они говорят, межведомственного оперативного штаба. Разрешение выдается, если вы едете на лечение, обучение, на работу, ухаживаете за больным или воссоединяетесь, есть такое понятие, с семьей на территории той, которая подконтрольна пророссийским группировкам. Остается надеяться, что самопроизошенные власти отдают себе отчет в том, что если сделать проезд в Россию и обратно еще более свободным, количество заболевших в Донецке будет расти. Но закрыть полностью этот участок границы, они почему-то отказываются и держат под замком те участки, которые граничат с административной, временной, незаконной границей внутри Донецкой области, на территории Украины. Мы следим за всем, что происходит на Донбассе и в Крыму. Если вы стали свидетелем грубых нарушений ваших прав или ваших друзей, соседей, родных, обязательно пишите нам, ни одно ваше письмо не останется без нашего внимания. И канал Дом – это возможность заявить о вас и ваших проблемах во всеуслышании. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok